Субтитры предоставил DimaTorzok За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и простудой выросла на треть по сравнению с предыдущей. Большинство заразившихся – дети. Они составляют почти 60% от общего количества больных. По информации Минздрава, чаще у людей находят вирусы негриппозного происхождения. Это аденовирусы, риновирусы, а также микоплазма пневмонии. При этом отмечается рост пандемического гриппа. Его симптомы схожи с классическим сезонным заболеванием. Интоксикация, головная и мышечная боль, кашель, заложенность носа. Но есть и отличия в виде рвоты и диареи, которые связаны с токсическим действием вируса. Вспышки этого заболевания чаще всего отмечаются в организованных коллективах, учебных заведениях или офисах. Напомним, эксперты Республиканского центра гигиены на днях оценили интенсивность эпидемии и респираторных заболеваний как среднюю с тенденцией к увеличению во всех регионах страны. В результате рейда силовиков, который начался 23 января, была задержана по меньшей мере 143 человека. Об этом сообщил руководитель фонда «Байсол» Андрей Стрижак. Больше всего силовики интересовались родственниками политзаключенных, которые получали продуктовую помощь от инициативы «I need help by». При этом там подчеркнули, что с их стороны никаких взломов системы и утечек информации не было. А сведения силовики взяли из сервиса «Едоставка», который принадлежит Евроопту. Во время задержания белорусов спрашивали о том, кто помогает им собирать передачи и есть ли у них приложения иностранных банков. После проверки телефонов требовали объяснений по поводу денежных переводов на белорусскую карту из-за границы. По данным правозащитников, часть задержанных отпустили, а часть проходит по делу финансирования экстремистского формирования и участия в нем. Однако репрессиям подверглись не только те, кому помог «I need help by». Силовики также задержали людей, состоявших в телеграм-чате родственников и бывших политзаключенных. Эти контакты органам удалось получить после задержания одной из участниц этого чата. Но есть среди задержанных и те, кто не состоял в чате и не пользовался помощью инициативы. Источник из ассоциации политзаключенных предположил, что целями облав были случайным образом выбранные родственники узников совести. Получить информацию о них силовикам несложно. Все данные есть в их базах. Средняя белорусская зарплата в декабре составила почти 2300 рублей или около 740 долларов. Такие данные предоставил Белстат, но есть важный нюанс. Последний месяц года работникам, как правило, выплачивают годовые премии. Именно эти надбавки стали причиной такого колоссального разрыва по показателям с предыдущими месяцами. По традиции, самыми высокими оказались заработки в Минске более 3200 рублей. Это почти на 600 рублей выше ноябрьских зарплат. Меньше всего белорусы получали в Могилевской области 1800 рублей. Здесь премиальная надбавка составила примерно 170 рублей. По отраслям рейтинг заработков не изменился. В лидерах осталась категория информация и связь, представители которой в декабре получили среднюю надбавку в 1300 рублей. В промышленности и строительстве месячные зарплаты стали выше на 200 и 300 рублей соответственно. Напомним, Белстат подает данные до вычета налогов. Кроме того, если заглянуть в Республиканский банк вакансий, по большинству позиций предлагаются намного более скромные зарплаты, чем озвучивает официальная статистика. Сейчас в банке размещено более 135 тысяч вакансий. Половине из них обещают заработки меньше 1000 рублей до вычета налогов. Трагическое ДТП с участием автобуса «Маспор» произошло в Санкт-Петербурге. Рейсовый транспорт вылетел на перекресток, ушел от столкновения с машиной, снес столб и вылетел на тротуар, сбив пятерых пешеходов. Но даже после этого автобус остановился не сразу. В итоге все пострадавшие оказались в больнице. Четверо в реанимации, в тяжелом состоянии. Один из них коми. У людей многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы. По информации местных СМИ, в этот раз причиной инцидента, скорее всего, стало не техническое состояние автобуса белорусского производства. Сообщается, что перед рейсом транспорт был исправен, а водитель здоров. По предварительной информации, он не справился с управлением. Подробности сейчас выясняются. Журналистам стало известно, что у 58-летнего водителя что-то случилось с ногой, и он не смог справиться с педалями. Отметим, что инциденты с автобусами МАЗ чаще всего происходят именно в Петербурге. Однако связаны они преимущественно с техническими неисправностями, в результате которых автобусы загораются. Таких ЧП в городе было не менее шести. Белорусские чиновники возьмутся за уехавших белорусов и будут стимулировать их вернуться на родину. Совет министров утвердил новую концепцию миграционной политики и обязал контролировать ее выполнение различные ведомства, в том числе КГБ и МВД. Правительстве признали, что отток белорусов за пределы страны слишком высок, поэтому теперь режим планирует развернуть информационную кампанию, чтобы побудить белорусов вернуться домой. Каким образом чиновники планируют это сделать, пока непонятно. Однако в документе много говорится об иностранцах со схожими духовными ценностями, которым хотят облегчить условия легализации в Беларуси. Более того, чиновники хотят создать для них привлекательные налоговые, социальные и иные условия жизни. В новой концепции также говорится о привлечении в страну иностранных студентов и о стимулировании денежных переводов из-за границы. Примечательно, что в документе ни разу не упоминается главная причина этого кризиса – массовые репрессии, которые не прекращаются после президентских выборов 2020 года. В частности, из-за этого из Беларуси уехало как минимум 200 тысяч человек. В сикток завирусилось видео из Минска, на котором собака паркует автомобиль. Ролик посмотрели более трех с половиной миллионов раз. На кадрах действительно создается впечатление, что за рулем машины находится лучший друг человека. Пользователи шутят, что паркуется он намного успешнее, чем многие водители-новички. На самом деле, это оптическая иллюзия. И за рулем был хозяин собаки, который позже выложил видео с другого ракурса, где видно, что животное находится на заднем сидении. Еще один нашумевший ролик о дорожной ситуации в стране опубликовала жительница Могилева. Правда, в отличие от первого, он не вызывает умиления. На видео запечатлен водитель маршрутки, который во время поездки умудряется обелечивать пассажиров, давать сдачу и одновременно листать социальные сети. Маршрутчика уже прозвали белорусским Юлием Цезарем. А в комментариях пользователи пожаловали, что зависимость от интернета становится проблемой даже в такой ответственной работе, как перевозка пассажиров. А сталкивались ли вы с подобными ситуациями? Поделитесь в комментариях. И это все на сегодня. Напоминаю, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». Новый выпуск уже опубликован. Кто оплачивает большую часть расходов на коммунальные услуги? Белорусы или государство? И что не так с низкой стоимостью коммуналки в нашей стране? Об этом можно узнать по ссылке в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Жыве Беларусь!